Невзирая на все его умения, невзирая на всю его технику, на все его заслуги, сегодня напротив очень опасный противник. Теренс Кроуфорд, боец, который, кстати, помимо всего прочего, великолепно работает одинаково хорошо из обеих стоек. Это, кстати, редкость. Что, как правило, в обеих стойках работать и бить могут практически все. А вот обороняться, это уже совершенно другая история. Да, кстати, одним из таких умельцев является Тайсон Фьюри. Тайсон Фьюри вообще умелец. Поискать, да. Умелец, который поискать, да, во многих сферах. Ну и, как всегда, Теренс держится на удобной для себя дистанции, которую он очень легко и быстро находит. Пока что Давид действует за плотным блоком. Цепляет, цепляет передней рукой соперника Давид. Молодец. Почаще надо левой рукой работать Давиду. Желательно еще через уклон. И правый. Сейчас хороший, да, хороший маневр. Опять же, Давиду, по сути, наверное, несмотря на его серию побед, в данном случае терять нечего. Однозначно. Однозначно. Именно это развязывает ему руки в прямом и переносном смысле. Вот здесь как раз волюшку рукам необходимо дать. Снова справа в руке атакует Давид. Но об этом Давид рассказывал три дня назад, когда я с ним общался, что... Я буду просто работать, делать свою работу и стараться выполнять то, что я умею, максимально хорошо. А что там делает Кроуфорд, хорошо или плохо, это уже дело Кроуфорда. Я уже в этом никак не могу. Ну, это я уже как бы от себя. Но такая была мысль Давида. Поменял стойку Кроуфорд и начинает очень опасно работать и справа сторонний. И сейчас его удары начали заходить. Неплохо, да, сейчас слева пробиваю Кроуфорд. Сдваивает удары справа и правильно делает Давид. Неплохо, да, сейчас тоже, кстати, поменял стойку и пробил... За шагом бьет. Да, за шагом пробил правой, как передней рукой. Молодец Давид, пока что не выказывает ни тени, ни сомнений. Поджимает. Снова на ногах хорош Кроуфорд. Прекрасно чувствует пространство ринга. И опять за шагом старается использовать длину своих рычагов и длину за шага. И опять на скачке. И так закончился первый раунд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теренс Кроуфорд против Давида Ванесяна. Бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Это раунд под номером два. Давид продолжает стеснить. Занял центр ринга. Да, и вот опять же мы говорили о том, что шансы Давида в этом поединке, это как раз слом полный уничтожение рисунка боя Теренса Кроуфорда. Надо навязать ему свой неудобный стиль ведения боя. Может быть где-то грязный. Именно. Может быть где-то с захватами. Может быть как раз с клинчем. Больше ударов по туловищу. Надо замедлить ноги. Остановить его. Надо как раз вот сбить с него эту уверенность титаническую, которая у него есть. Но не надо забывать, что Кроуфорд дерется в Амахе, в своем родном городе. И он понимает, что 99,9 человек в зале хотят видеть самый лучший бокс от Кроуфорда. Но ведь это же и дополнительное давление. Это дополнительное давление. И потому на этом может сыграть именно Давид. Почему-то Давид начал подходить к Кроуфорду без ударов. Надо добавить левую руку. Кроуфорд, конечно, будет встречать. Сразу будет атаковать на подходе. Мы уже увидели неплохую атаку по туловищу от Терренса. И вновь, вновь задействует уже сильнейшую левую руку. Больше надо работать передней рукой Давиду. Как только вот он замедляется, вот во втором раунде он начал замедляться. В работе передней рукой сразу Кроуфорд начинает работать пожестче. Опять два его удар справа тоже. Хороший вариант, опять же-таки, для Давида. И на ближней дистанции хорошо бы еще отработать по туловищу. А может быть и как раз вот поджав канатом, поработать в клинче, попытаться закислить руки. Повиси и попал. Попал слева, молодец. Неплохо левой рукой попал. Поменял стойку и попал слева, да. Кроуфорд спокойно пока съедает. Но опять же мы знаем, что у Давида Абанисяна есть удар. И мы знаем, что он этим ударом может отправить соперника на пятую. Головами стукнулись. А потому что работают в разных стойках. Так бывает. Когда действуют в зеркальных стойках, к сожалению, очень часто происходят смыкновения головами. И как следствие рассечения. Вот это было хорошее движение от Кроуфорда. Двойной правый, боковой. Вот пока что прицеливается, прицеливается давить. Но надо поработать. Я продолжаю повторять одно и то же. Поработать передней рукой. Чаще. Что делает, кстати, Кроуфорд постоянно. Да, издваивает удары справа и попал. Продолжение следует. Продолжение следует. Потому что если Кроуфорда отдашь инициативу, потом уже ее не отвоюешь. Надо быть как можно более наглому. В хорошем смысле этого слова. По спортивному. Да. Мы видим, что Давид не сомневается в своих умениях. Не сомневается в своих навыках. И пытается максимально быстро их применить. Он пытается взвинчивать темп. Как раз он и делает то, что должно. Опять же, насколько получится. Хорошо сейчас попробовал левым боковым встретить. Молодец. По пулу еще. Есть правый боковой. Еще раз мог опередить. Кроуфорд начинает опасаться, когда ты его поддавливаешь. Это видно. И вот когда он начинает опасаться, значит, что он не совсем себя комфортно чувствует. Вот на этом должен играть Давид. Он должен его теснить и давить как можно больше. Пока что... Да, и мы слышим команды. Поджимает, поджимает. Пока что он делает все правильно. Просто надо побольше выкидывать левую руку. Но это просто говорит, когда ты смотришь по телевизору и комментируешь. Но когда ты на ринге, это не так просто, как казалось бы. Но мы видим, что все равно Давид чувствует уверенность в своем блоке нерушимости его защиты. У него нет сомнений. И, соответственно, он подходит. Но вот... Вот здесь надо бы более связать удары, комбинацию. Побольше стало Кроуфорд ударов выбрасывать. Потому что Давид его поддавливает и заставляет ему работать. Таким образом, можно заставить Кроуфорда устать. Да, совершенно верно. Теренс Кроуфорд настолько был всегда хорош, как правило, да, что у него в боях не было момента, когда ему нужно было преодолевать серьезные трудности. Вот Шон Портер доставил им мэйдж. Шон Портер в первой половине боя доставил такие проблемы, да. И вот как раз задача Давида Абониссяна сделать то же самое. Сейчас неплохо бы Кроуфорд перевел левую руку с головы в корпус, по печени. Долго, долго выжидает пока что Давид. Да, да, много пауз, много пауз, мало ударов. Вот сейчас полминуты осталось. Вот эту полминуты надо проводить активнее. Таким образом, как говорят, украсть раунд, постараться. Ай, по туловищу, хорошо. Опять вам вот руки попадает Кроуфорд. Да, может быть, и в локоть пришло, я не увидел. И опять за блоком идет вперед Давид Абониссян. И самое... 10 секунд. И самое, мне кажется, тоже не совсем верное, что он пытается достать одним ударом. Ну да, я уже говорил, что надо более комбинационно... Безусловно, по работе. Субтитры сделал DimaTorzok И так, друзья, это четвертый раунд боя за звание чемпиона мира по RCW. По среднем месте Теренс Кроуфорд против Давида Абониссяна. Давид пока что выполняет в целом неплохую работу. И вот сейчас, посмотрите, да, больше ударов стало. Более сильное давление наказывает на соперника. Во-первых, насколько хватит. И как с этим будет справляться Теренс? Нет, Давид на данный момент заставляет Теренса отходить и работать вторым номером. Но Теренс всегда так делает, как правило, да? То есть он постоянно нависает на соперника, проваливает и потом контрит. То есть я не припомню, чтобы Теренс Кроуфорд шел агрессивно вперед. Ну да, его нельзя назвать самым агрессивным бойцом. Но что сейчас касается Давида Абониссяна, он должен поработать больше передней рукой. И стараться не заряжаться на один удар, а наоборот как-то полегче, посвободнее поработать. Вот как сейчас он сделал. Попытка была еще дальше. Продолжать. Вот, отлично, отлично пробил двойку. И дальше, дальше, дальше не останавливаться, развивать свой успех. Продолжать, продолжать. И Теренс Кроуфорд пускает Давида Абониссяна на удобную ему дистанцию. Опастейший правый боковой в исполнении Теренса. Полраунда прошло. Вот опять за очень плотным, монолитным блоком Давид подходит. Хорошая комбинация от Давида. Я вот не уверен, что Давид должен переходить в левшу, как он делает. Мне кажется, в правшей своей натуральной стойке он бы поработал лучше. Но он становится в левшу, когда он заходит с ударом за шагом. Тогда он остается в правосторонней стойке. Мне кажется, он подстраивается под Теренса. Потому что Теренс меняет стойку. Он подстраивается и хочет таким образом, каким-то образом Кроуфорда... Кроуфорду сюрприз какой-то показать. Но мне кажется, что он должен работать в своей стойке. Молодец, молодец. С передней руки здорово по туловищу, по печени. Здесь уже просто отталкивает своего соперника Теренс. Полминуты осталось. Попадает Кроуфорд. Попадает правым боковым. Ну и ответ, ответ. Не отдавать эпизоды ни в коем случае. Вот здесь обмен. Вот сейчас надо работать. Подраться можно, можно. Сейчас надо работать. Кроуфорд хочет подраться. Но мы видим, что в этой драке все равно Кроуфорд выдерживает нужную себе дистанцию. За счет длины своих рычагов. И вот здесь попытался вложиться в удар справа. Давид, но все равно мимо. Цепляет левой рукой. И дальше по туловищу Кроуфорд атакует. Одним, одним ударом. Видишь, Кроуфорд проводит несколько ударов легких. Но они все время. Их много. Кроуфорд, конечно, просто титанически уверен в себе. Мы видим, как он... И так, дорогие друзья, уважаемые мальчики и девочки. Это пятый раунд китанового боя. Теренс Кроуфорд против Давида Аванесяна. Сейчас оба действовали из правосторонних стоек. И Давид, в общем, продолжает следовать этой тенденции. Но там не совсем понятно. Он постоянно меняет стойки. Равно как Кроуфорд, кстати. Хорошая, хорошая серия. Вот здесь Давид взрывается. Но на ногах опять великолепен Теренс Кроуфорд. Посмотрите, как сдваивает. Левый снизу в голову. Тут же, этой же рукой попадает по туловищу. Что сейчас происходит? То, что Кроуфорд расслабился. Он почувствовал вот этот свой ритм. Но по-хорошему расслабился. И он расслабился по-хорошему. Это не расхлябанность. Это расслабленность. Это совершенно разные вещи. И он чувствует, как сейчас надо работать. Просто выкидывать как можно больше ударов. И передвигаться, понятно. Ну, а Давиду нужно резать углы. Нужно оттирать соперника. Давиду надо резать углы. Давиду надо делать то же самое, что делает сейчас Кроуфорд. Только работать не вторым, а первым номером. Что он тоже делает. Но побольше выкидывать ударов. И заставлять Кроуфорда постоянно прочувствовать эту суету. Чтобы он напрягался. Да. Сейчас на самом-то деле все дело, кто будет более расслабленным. Но пока что этим человеком является Терренс. И мы видим, насколько он зрячо защищается. Насколько он, опять же, в одном взгляде читается, что ты можешь выбрасывать какие угодно удары. Я все их вижу. Я все их блокирую. Я способен от них защититься. Ты ничего не можешь мне сделать. Вот что делает сейчас Терренс Кроуфорд. И вот как раз Давиду нужно это сломать. Нужно заставить Терренса сомневаться. Нужно заставить его работать, трудиться. Обоюдная работа по корпусу. Хорошая защита. Опять по туловищу бьет Кроуфорд. По длиннее, по длиннее удары, мне кажется, нужны Давиду. Встал сейчас на средней дистанции. И попадает Кроуфорд. Хороший левый прямой. Ну вот здесь опять мы видим. Защита. Которая не идеальна у Давида Аванесяна. Попал справа. Неплохо сейчас пробил справа. Не, слева, да, слева. По животу попадает здорово. И тут же левый прямой. Не надо принимать на себя удары Давиду. Не стоять напротив. Все время на движении. Можно позакручивать. Раз уже Кроуфорд ввязался в эту среднюю дистанцию в обмен, то сейчас надо перебивать. Стараться перебивать его. Раунд закончен. Раунды летят. Раунды летят. И так, друзья, это шестой раунд. Рефери отправляет Теренса Кроуфорда и Давида Аванесяна в нейтральные углы. Почему? А, там какое-то, по-моему, структурение головами или что-то такое. Не совсем понятно, что произошло. Мы сделаем эту раунду и будем снять другую. Мы сделаем эту раунду и снять другую. Так, точно совершенно сейчас проведут один раунд, а потом будет что-то. Да, и потом что-то будет приниматься какое-то решение. Итак, шестой раунд. Ну вот как раз сейчас на этом фоне бы Давиду поддавить. Давид поддавливает. Надо бить. Надо бить. Надо расслабиться. Отпустить руки. Расслабить плечи. Теренс Кроуфорд, как говорил сам Давид Аванесян, он тоже человек. Он тоже пропускает удар. Хорошая атака по клубу еще меж тем. В исполнении Кроуфорда. Правый снизу неплох. И тут же на смещении. Да, посмотрите. Посмотрите, как выходит из своих атак Теренс Кроуфорд. Сейчас Теренс уже работает нон-стопом. Он просто выкидывает руки. Вот он расслабился. Он поймал кураж. Он расслабился. Хорошо, неплохо попал слева два раза. Давид. Продолжать надо, продолжать надо. Надо расслабиться. Кроуфорд дает работать. Вот работай. Да, но при этом, еще раз обратите внимание, да, несмотря на то, что Теренс Кроуфорд не вкладывается в удары. Потому что расслаблен. Зрительно, да. Но при этом он бросает руки. Отличная работа подставками. Защищается локтями, предплечем. И, конечно же, контур выпады. Левый снизу, еще один. Вот здесь поработать, поработать. Просто перебить. Вот сейчас это, конечно, очень сложно. Надо выкидывать руки как можно больше. Как Теренс чувствует удары соперника все-таки, да. Обрати внимание, как он видит их. Как он их амортизирует. Либо уклон. Либо так называемый тайский мув. Да. Либо подставки. Да, здесь пропустил, безусловно. Показывает Давид, чтобы удар не жив поясом. Но здесь я бы поспорил. Больше ударов надо Давиду. Очень мало в сравнении с Кроуфордом. Он выпускает ударов все еще почему-то. Может быть, рассчитывает на то, что он сможет сыграть доверного. Да, что те комбинации, которые он будет предлагать сопернику, они будут гарантированно проходить. Но нет. Я думаю, Давид до сих пор не может вот это напряжение отпустить. Все-таки, наверное, чуть-чуть вот это нервное напряжение, которое дает себя... О, упадает! И посмотрите, что творится! Вы посмотрите, что он сделал! Одним движением он закончил все! Да, бой остановлен. Бой остановлен. Я даже не видел этого решающего удара. Ну, нельзя было отдавать... Ну, вот что, это человек? Нельзя было отдавать инициативу Терренсу Кроуфорду. Нельзя было отдавать ему работать, как он хочет. Надо было работать первым номером. Я так полагаю, наверное, левый или правый боковой там был. Сейчас посмотрим. С передней руки в любом случае. Настолько короткое движение, настолько короткое по таймингу. Идеально вымеренное. Да, на самом деле даже не заметил удара. Никто не заметил. Самое печальное, что Давид не заметил. Шакур Стивенсон в углу... Кроуфорда. Чемпион мира по версии WBO в полулегком, а теперь уже в первом легком весе. Они же тренируются. Раз. Смотрите еще раз. И не моргайте. Ой-ой-ой. Да, боковой передней рукой, как я и предполагал. Как выцелил. Ну, классика. Левый снизу, правый сбоку. Ну, или для правши наоборот. Правый снизу, левый сбоку. Да. И два удара. Два удара пропустил Давид. Сначала левый снизу и с килограмма. Деренс Крофорд или пиковый Мейвезер? Ты знаешь, трудно сказать, потому что свои бои, в которых кто-то когда-либо оспаривал победу Мейвезера, а такие мы можем считать на пальцах. Два боя. Хосе Луис Кассио. Оскар Делла Хоя. Майдана. Первый. Заб Джуда, я бы сказал, возможно. И первый бой Маркус Майдана. Я думаю, что Мейвезер там проиграл.